Добрый вечер! И как всегда в конце недели мы рассказываем о новостях в нашем городском хозяйстве. Начнем с начала недели, а неделя у нас началась с урагана. Достаточно сильный был ветер, это мы все помним. Во вторник вечером было это повалено, в городе более 100 деревьев. А именно 116. Чуть более суток нам понадобилось, чтобы все эти завалы деревьев ликвидировать, чтобы убрать все последствия этого ураганного ветра. Но тем не менее, хотелось бы напомнить жителям города, что зная это, понимая о том, что надвигается такая стихия, пожалуйста, не оставляйте ваши автомобили под деревьями, так как в итоге потом могут это получиться неприятные ситуации. К большому сожалению, надо отметить, что было также и вдвое пострадавших, но их здоровью уже ничего не угрожает. И еще раз напоминаю, в такую погоду лучше сидеть дома, быть внимательным и не оставлять автомобили под деревьями. Далее хотелось бы рассказать о том, что на этой неделе мы сделали большой шаг вперед в вопросе сбора и вывоза бытовых отходов. Мы это поставили первые подземные баки для сбора мусора. Это поставили мы их в центре города в количестве 8 единиц, возле нашего дюка. Многие узнают это, почему именно там, почему выбор пал на бульвар на Приморский. Во-первых, это визитная карточка город. Это место, где гуляют почти все одесситы. Это то место, куда обязательно хотя бы по одному разу заходят гости нашего города. И безусловно, все наши инновации, все наши новшества и нововведения, то есть наш город должен становиться лучше именно отсюда. Как это работают эти мусорные контейнеры? Они полностью работают на гидравлике. Туда нет необходимости это подводить какие-то специальные сети. Монтируются буквально за два дня. То есть завозится готовая бетонная капсула, которая монтируется. И уже через два дня мы получаем тот результат, который видим сейчас. В одной конструкции помещаются по два контейнера. Их можно вставить несколько штук. Это рядом эти конструкции. Это стандартного размера контейнер, который может опорожнять обычный мусоровоз, который работает в нашем городе. Поэтому в использовании эта конструкция достаточно удобная, выглядит хорошо, многофункциональная. Я уже говорил, что там есть такие функции, как и система пожаротушения, и датчики навигации, которые позволяют нам получать сигнал, если контейнер переполнен. Это действительно шаг вперед. Это действительно новый подход к вывозу бытовых отходов. И это та технология, которую мы будем расшаривать, которую мы будем умножить на весь наш город. В этом будет участвовать как бизнес, так и какая-то часть этих контейнеров будет установлена за счет города. Ну и напоследок хотелось бы еще сказать о том, что уже на этой неделе, как мы и обещали, и тут же после того, как это получили результаты экспертизы, мы начали работы по улице Ясной, там, где было обрушение дома. На данный момент эти работы ведутся очень активно. по тем планам, которые у нас есть, они займут от трех до четырех недель, и после этого эта аварийная стена будет демонтирована, а еще одна несущая стена в доме будет усилена и законсервирована, что позволит нам основную массу жителей вернуть домой, а те внутри семьи, которые не смогут вернуться до момента полной реконструкции, будут иметь возможность это разместиться в Российском фонде. О текущих работах сегодня рассказывать не буду, ремонты парадных, это работы в парках и по скверам, озеленение города, это ведется по плану, это уже стало нормой нашей работы, и дополнительно эту информацию вы можете найти как на сайте города, так и нашего департамента, и в различных социальных сетях наших АТКП. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю. Если есть вопросы к нашей работе, всегда отвечаю на сообщения в Фейсбуке, то пишите, жду ваших вопросов. До новых встреч!